Приветствую вас! Вы, конечно, не будете довольны, скорее всего, рады ответу, который я дам, потому что, в общем-то, не смотря на то, что я не разделяю мнение некоторых своих коллег, в том, как они вам ответили на вопрос на вас. Вот, я все же хотел бы для начала просто обратить ваше внимание на несколько вещей, которые мне кажутся достаточно важными. Какое значение имеет дом в этой ситуации для вас? То есть, насколько вот, грубо говоря, он дом для вас имеет значение. Купили ли вы его для себя? Купили ли вы его, потому что вам, ну, он нужен был и вы хотели его купить? Или купили ли вы его с таким обязательным расчетом на то, что человек будет с вами? То есть, вы купили ли вы его с тем расчетом, что мужчина будет, ну, вместе с вами, что вы будете в паре? То есть, это вот первое. Насколько самостоятельным было ваше решение купить-купи-купи-купи дом? Потому что, ну, вы об этом говорите, вы об этом говорите, вы об этом... Вы об этом пишите, что вы купили дом. А дальше, значит... Вот вы говорите, планируем совместное проживание. Да? Вот почему-то планируете совместное проживание вы вместе, А дом покупаете вы одно. Странно ли это? Да. Потому что... Мужчина, получается, ничего не вкладывает. в... ну... В... 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 Вашу... Совместную жизнь. А это... Дан... Ну достаточно... Деструктивно... Влияет... На... Человек... на отношения. Дальше, конечно, там немало ремонта, все нужно делать, так как здание не новое. Вот я забеременела, оба хотели ребенка. Опять же, здесь такое ощущение, что вы, знаете, как сказать, к ребенку относитесь, ну, не как к чему-то серьезному, да, то есть, ну, что это значит, оба хотели ребенка. Понимаете, может быть, оба вы и хотели ребенка, оба, может быть, но тонкость-то вся в том, что насколько возможно сейчас для вас его родить. Такое вот у меня ощущение сложилось, да, что вы как-будто торопитесь куда-то или как-будто необдуманно очень подходите к своим действиям. При том, что ребенок, он, в общем-то, может мужчину испугать. Вашего мужчину ребенок может испугать. Просто потому, что он, ну, вот пока, пока, да, я не вижу, чтобы он оценил то, что у него есть. Пока что я не вижу, чтобы он что-то, что-то делал, да, для отношений ваших. Вот. И это, конечно, тоже вызывает вопрос. Вызывает вопрос, почему вы так подходите к организации своих отношений. Вот. И насколько вам вообще нравится, и насколько вам по душе такая организация, да, и вот насколько вас устраивает то, что сейчас между вами происходит. Вот. То есть вы оба хотели, хотели ребенка. Ну, хорошо. Что вы оба хотели ребенка. Здорово. мужчине. А что мужчина конкретно делает для того, чтобы Live? Что мужчина конкретно делает для того, чтобы, Azure Ms ented… Как это, вот? Организовать ваши отношения. Что мужчина конкретно делает для того, что вы приблизить вас к совместному проживанию. Пока вот есть ощущение, что делаете только вы и окей, это окей, это не обязательно плохая история, нет, совсем не обязательно. Вопрос заключается в том, насколько вы получаете в итоге то, что хотите, насколько вам нравится по итогу то, что вы получили, вот что важно. Дальше, так, парень почему-то не говорит об озаконивании отношения, почему он должен говорить, хотя до этого мы обговаривали, что хотя бы небольшой вечер в кругу близких будет, я не очень понимаю, о чем вы имеете в виду. Так, то есть, как связан, как связан небольшой вечер в кругу близких и узаконивание отношений для меня, если честно, вот непонятно. Я не вижу логические связи, логические цепочки в этом, потому что небольшая вещь в кругу это просто торжество, это не свадьба и не роспись. А свадьба и роспись это совсем другое. Вот, знаете, какая штука. То есть, вот где связь здесь, Жень, где связь между этими вещами, двумя вещами. Я ее не вижу. То есть, опять же, у вас есть некие ожидания от мужчины, что он будет говорить об озаконивании отношений, потому что вы беременны и потому что вы, я так понимаю, приобрели дом, но подумайте, а хорошо ли это будет, если мужчина возьмет вас в жены сейчас только потому, что вы, например, беременны? Это будет какое-то принуждение. А для чего вам узаконивание отношений? Вот именно вам, лично вам зачем? Для чего? Почему вы этого хотите? Дальше. Теперь я начинаю переживать, поскольку он молчит, и я не могу сама так сказать навязаться. Из-за чего вы переживаете? Знаете, вы здесь... как бы так сказать, вы здесь связываете, вы связываете мужчину и свои переживания, свою тревожность, свое такое вот, если можно так выразиться, подвешенное состояние. Вот. В это связывается. Но связи нет. Потому что, даже несмотря на то, что вы действительно могли спланировать совместное проживание и ребенка, там, у мужчины могло быть свое видение этого, свои представления об этом. и пока что, пока что, я не очень понимаю, насколько все это согласовано между вами. То есть, насколько мужчина отдает себе отчет в том, что то, что происходит с вами, является тем же, что хочет ему, насколько вот это совместимо. Вот. Знаете, понимаете, какая штука? Вот такой момент, такой момент. Такая история. И вот мне кажется, что в этом направлении вам и нужно двигаться, мне кажется, что в этом направлении вам можно, что так сказать, исследовать. И, собственно говоря, смотреть, смотреть, как эта ситуация стала возможной. То есть, это первое. Это такой момент. Второй момент, который я хотел бы, ну, донести, донести до вас. Второй момент. То есть, вы боитесь навязываться. Ну, вот, условно говоря, да, вы боитесь навязывать, навязывать. Не можете навязывать. Это такое вот, знаете, своеобразное получается чувство вины. То есть, это получается такая вот своеобразная история о том, что вы очень неуверенный в себе человек. Вы очень неуверенный в себе человек. Вы склонны испытывать чувство вины. Вы склонны недооценивать себя. И, соответственно, с этим нужно работать. Именно, именно работать нужно с этим. Страх навязаться, ну, такой вот, именно страх навязывания, да, это неуверенность в себе. Это, знаете, какая, ну, какая штука. Знаете, это просто неуверенность в себе у вас. И, соответственно, если это, если это так, то вам нужно поработать с уверенностью в себе, чтобы не было таких у вас трудностей. Как и официал. Там еще неуверенность там, а многих, многие отношения уничтожила, многие отношения завершила, многие отношения перевела вот в такой разряд крайне, очень негативный. Ну, очень негативный, негативный. Ну, понимаете. Но очень важно, как вы это скажете. Понимаете. То есть, требовать, к примеру, от мужчины, чтобы он на вас женился, это, конечно, не лучшее, не лучшее решение. Но, если вы скажете человеку, слушай, вот так и так, я купил дом, я сейчас беременна, вот, скажи, могу ли я на тебя рассчитывать? В чем я могу на тебя рассчитывать? В чем я могу рассчитывать на твою поддержку, да? Вот. Этим ясно дадите внушение. Понятно? Что вы, ну, что вы не нуждальны. И вы увидите то же, что, вы увидите, что он вам может дать. Собственно, собственно говоря. Собственно говоря. Вот. И вы увидите его отношение к себе. Ну, по факту, вы увидите его отношение к себе. Вот. По факту, вы увидите, вот, как он готов проявлять свою активность. Вот. Вот такая вот штука. Такая вот штука, смотри. Такой, ну, такой момент, мне кажется. Так можно вам ответить. Вот. Понимаете? И все. Но для, но, начало, начало, необходимо взять ответ на себя. конкретно себя за то, что вы его делаете, чтобы это не было такой истории, что вот вы что-то сделали, а мужчина теперь за это отвечает, мужчина теперь за это не соответствует, или вы что-то делаете, к примеру, в ожидании какой-то реакции мужчины, а этой реакции нет, все его стараются, и всё, и вы, и вам, ну, вам не по себе из-за этого, вот чтобы не было такого, чтобы не было таких моментов. Я думаю, здесь очень важно обработать личную границу, не с уверенностью в себе, с самооценкой, возможно, ну и за страхом, конечно, тоже. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я не вижу, еще раз повторяю ничего плохого в том, что вы сами купили дом, а меня волнует только субъективная сторона этого, вот именно субъективная сторона, насколько вы делали это для себя, да, и делали ли вы это для себя, вообще. Вот. А на этом всё, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Субтитры сделал DimaTorzok Удачи! Продолжение следует...